И вот такое сопровождение с воздуха позволило сирийской правительственной армии активизировать антитеррористическую операцию на земле. Основные действия сейчас провинции Хама, где войска президента Асада теснят боевиков к северу, их удалось выбить еще из пяти населенных пунктов. В одном из них, некогда густонаселенном поселке Атшан, побывал наш корреспондент Олег Шишкин и убедился, экстремисты оставляют за собой выжженную землю. Так сирийские военные празднуют победу. Поселок Атшан в провинции Хама очередной населенный пункт освобожден от террористов. Ожесточенные бои продолжались несколько дней. Вокруг одни руины, ни одного целого дома. Все передвижения короткими перебежками. Подразделения сирийской армии прочесывают квартал за кварталом. У всех приказ без предупреждения открывать огонь на поражение. Сейчас в поселке снова идет перестрелка. Что там происходит пока непонятно. Видимо, подразделения сирийской армии зачищают город от оставшихся разрозненных отдельных групп террористов. Судя по всему, боевики готовились здесь к длительной обороне. Вот такими подземными ходами пронизан, изрезан весь поселок. Вот траншея уходит сюда, идет в ту сторону. И вот через этот вентиляционный люк хорошо видно, на какую глубину она уходит. Прежде чем спуститься под землю, сирийские военные расчищают себе дорогу гранатами и автоматом. Мирных жителей здесь нет. Все давно покинули зону боев. Силами сирийской армии уже уничтожено около 200 боевиков. Это черный флаг радикальной группировки Джабхат Ан-Нусра, одного из подразделений Аль-Каиды. Сирийские военные захватили его вместе с террористами. Отступая, боевики оставили много оружия и боеприпасов. Это самодельные минометы, которые использовали террористы под мины калибром 120 и 82 миллиметров. Здесь пулеметы, автоматы, а в этих мешках селитра. Тут находился кустарный завод, где боевики готовили взрывчатку для терактов. Вот так выглядят самодельные взрывные устройства. Отшан боевики держали под контролем почти три года. Из процветающего поселка, в котором в мирное время проживали 2000 человек, он превратился в укрепрайон. Почти в каждом доме были огневые точки. Штаб террористов находился в здании местной школы. Здесь в одном из кабинетов до сих пор на полу валяются школьные учебники, школьные географические карты. Конечно, все разломано, разбито. На полу осколки стекла, какие-то просто остатки мебели. Вот здесь мусор и остатки продуктов, одежда. Похоже, террористы все-таки отступали отсюда в спешке. Ну, здесь, наверное, они принимали пищу, а вот здесь спальное место под лестницей. Какое-никакое все-таки укрытие. Перед наступлением сирийской армии по укреплениям боевиков нанесла удар наша авиация. Военные не скрывают. Это во многом и определило успех правительственных войск. Раньше мы оборонялись, а сейчас идем в наступлению. У моих бойцов горят глаза. Наш боевой дух высок, как никогда. Конечно, мы не добились бы таких результатов без российской авиации. Ваши пилоты бьют очень точно. Сейчас в цель сирийской армии террористы в соседнем городе Суккейк. Артиллерия уже обрабатывает позиции боевиков. До них не более 7 километров. Спасибо, Руся! Спасибо, Бутин! Олег Шишкин, Марат Хабибулев, Олег Амсоидов, Первый канал, Сирия.